как убрать болячку из организма болячку убирать не нужно рассмотреть и что это за сигнал тела посмотрите мои эфиры по болезням очень много эфиров скажите про кожу как это к ней избавиться короче ребят смотрите у меня в инстаграме есть меню шапка профиля и ссылочка заходите на меню там есть путеводитель по видео заходите на путеводитель он находится в телеграме набираете любое слово там акне прыщи кожи вам выдаются все видео с ответами на этот вопрос и там тайм код есть вот допустим в этом видео про кожу с 5 минуты по 10 в этом видео там с 25 минуты по 37 и вам выдается эти куски все куски ответы на вопрос что одно и то же задается сильно кожа это разделение между внутренним и внешним миром если у вас на коже что-то не так значит ваш внутренний мир не соответствует вашим внешним действиям вы делаете то что короче по-другому вы чувствуете одно а делаете по-другому проблема с кожей показывает как сигнал о том что блин начните делать то что вы чувствую чувствуете начните говорить что вы чувствуете то есть вы чувствуете одно а лжете вовне по-другому блин проявляетесь вам плохо вы вовне пытаетесь улыбаться либо ну короче вы делаете не то что вы хотите кожа это вот соприкосновение внешнего и внутреннего если у вас прыщи значит вы сдерживаете свои эмоции вы не показываете себя настоящую и прыщи это вообще просто скрыть свое истинное лицо то есть показать себя настоящий хватит уже про эту кожу у меня 500 миллионов постов про кожу написано ну сколько можно уже это читать вы думать своими мозгами то начните когда-нибудь а сегодня всех на херах чувствую блин как я люблю на херах таскать обожаю просто как выглядеть так прекрасно как ты как возвратить молодость да вы уже прекрасно почувствуете какая вы прекрасно в своем возрасте сходите сделайте для себя массажики уходики сделайте красивые там волосы купите себе новую одежду обновите гардероб раздайте старый ходите в хорошем настроении ваша улыбка она вам на 10 лет во молодости прибавит ваши глаза которые улыбаются светятся счастьем там 20 лет скостят вам понимаете ваше внутреннее состояние проявляется вовне неважно как вы себя видите вас будут видеть так как вы себя чувствуете кто-то вас видит очень молодой кто-то видит вас прям старушку вопрос в тот момент что вы чувствуете когда вы там с кем-то резонируете если вы хотите себя чувствовать молодой энергичный блин начните что-то делать видите займитесь спортом но не для того чтобы молодиться а чтобы чувствовать себя в движении ну вот это состояние комфортно для себя поэтому будете чувствовать себя молодой, это чувство. Наша внешность, она точная копия нашего сознания, я внутреннего, и всё. Люди, которые чувствуют себя очень старыми, это ваши старые шаблоны, то, что вы забыли, как быть ребёнком. Посмотрите мультик «Душа», как раз сегодня об этом говорили. Помолодеете, скорее всего, я уже прям предвижу. Сейчас посмотрю вечером этот мультфильм и буду выглядеть ещё лет на пять моложе. Мне в этом году исполнилось 38 лет, а я чувствую себя на 18, блин, вот реально на 18. Ой, спасибо. У сестры постоянно, сестра постоянно мучается запорами, пьёт всё время расслабляющие препараты. Как вы можете ей помочь? Ей вы не поможете, потому что сестра — это просто иллюзия, которой даже не существует. И я сейчас в прямом эфире общаюсь сама с собой. Да, шиза. Ну, это так. В моём мире это так, и подтверждение моей реальности всегда нахожу. Так вот, запоры у вас. Ну, вы просто переложили ответственность на сестру, чтобы она вам это показала. Ну, вам выгодно посмотреть это со стороны. Вот. Запор, да, это то, что вы держитесь за старое и не отпускаете свои шаблоны старые. Держитесь за старую. Вы, правда, очень много умничаете. Я же знаю, когда что-то хотите сделать, вы такие тормозите себя. Блин, я же знаю, оно не получится. Ой, я же знаю, вот оно будет вот так. Вот это вот я знаю, это тоже за то, что вы держитесь. Вот это вот запоры. То есть вы сестре поможете? Не как сестре, а как отражение в зеркале. То есть себе перед зеркалом стоящему помогите разобраться своими шаблонами, которые вы вцепились. И за вашу правду, которую вы вцепились, и не хотите мир рассмотреть намного шире и больше, принять какие-то точки зрения других людей и рассмотреть не только свою правду, но и правду других людей и найти в этом целое. Вот когда вы начнёте себе в этом помогать, вы увидите в отражении в зеркале, что у вашей сестры не будет запоров, потому что меняется ваше мышление, меняется и окружение, потому что окружение — это точная копия вас, ваших чувств. Все проблемы людей вокруг — это ваши проблемы. Ваши. 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 Понимаете? А всё счастье вокруг людей — это тоже ваше счастье, которое вы не хотите в себе увидеть и рассмотреть. Не имеют ноги. Так, я, ребят, кажется, сказала, посмотрите психосоматику. И про ноги я уже сказала. Не хотите идти никуда? Что сделать для себя, для своих желаний? Нелли, ты дальше хочешь жить в Москве? Нет. Я, скорее всего, перееду в Азию, выйду замуж за азиата и буду жить... азиаткой. Не, я не планирую жить в России вообще. Очень откликается про цвет волос. Чёрное я тоже стерва. Смягчаюсь светлым. Класс. Замуж вышла, наверное. Ну вот 13 февраля у меня развод, я наконец-то смогу выйти замуж. Снова. Обожаю свою жопу. Я, кстати, тоже. Представьте, если бы у нас не было жопы, ноги бы росли откуда. Так. Нелли, верите в нумерологию? Смотрите, насчёт верить. Верить и не верить — это одно и то же. Вера — это то, что я не доверяю себе. Вера — это значит, что я думаю, что где-то что-то есть вне зависимости от меня. Поэтому вера — это такой шаблон интересный. Вот. Я ни во что не верю. Я проверяю. С интересом наблюдаю, как оно сейчас будет. Нумерология, астрология, даже гадания, карты, там, дизайн человека. Что у нас там ещё есть? Всякие вот это хилинги, хиролининги, что угодно. Вот. Оно просто моё отражение. Естественно, если мне нужны ответы, я, как творец, создам людей, которые просчитают мне что-то, расскажут, но я сама себе расскажу об этом через кого-то. Все ответы вовне, а не внутри, потому что наша внутренность вовне. Внутри ничего нету. Я вовне нахожусь. Никакого внутри не существует. Вся внутренность, она вовне. Вся внутренность в уплотнённой форме, то есть наши чувства, уплотнены в плотную форму, в плотную материю вокруг. То есть мы не там, внутри этого тела, мы вовне. И, естественно, это нумерология, это я сама себе что-то там в этот момент пытаюсь сказать. Поэтому слово «верю» не скажу. «Я люблю нумерологию». Вот так. Но не как ответы извне, а как ответы свои. Я в данный момент, здесь, сейчас зачем-то себе создала такой ответ. Он для меня. Всё, что я слышу, это всё для меня. Даже эти, как его, баннеры на магазинах, это тоже ответы мне, как и нумерология, в принципе. Поэтому нумерология в помощь очень полезная штука. В этой жизни нет ничего бесполезного. Вообще ничего. Самые бесполезные вещи это самые полезные вещи, а самые полезные вещи они бесполезны. Прикиньте, вот даже вот так скажу. Так, а если я ненавижу других девушек и себя, глядя на них, потому что чувствую хуже, но не хочу быть такой? Ну, потому что вы жертва. Ой, не хотите вы видеть, кто вы есть на самом деле? Ну, что я могу сказать? Расскажи про обнуление с мужем. Как ты решилась на развод? Твое желание или его? Моё было желание, естественно, и мы решили это ещё год назад. Я уже полгода не живу с мужем. Вот. Просто мы, когда с ним познакомились, мы резонировали на одной волне. Этот человек пришёл в мою жизнь для определённого моего опыта. и когда мы сейчас на разной волне, абсолютно наши вибрации не совпадают, мы не резонируем с ним вообще. Я иду дальше своей дорогой, он идёт своей дорогой. Безумно его люблю. Он крутой, он очень красивый, он очень классный, он очень умный, он очень вообще вот прям творец. Ну, у нас разные энергии, блин, я не знаю даже, как сказать. Мы не резонируем. То есть я иду дальше, иду в новое. У нас всё хорошо. Вот. И как бы так. И я очень счастлива, что была замужем, получила этот опыт, иду дальше. А я сейчас прохожу обнуление благодаря тебе, я перестала бояться идти вперёд, и я начала искренне благодарить за всё, всех там, я искренне начала влюбляться в себя, благодарю Вселенную за знакомство с тобой. Спасибо. Телуй. Нелли, я алкаш. Как херово? А именно херово? Так, я не хочу тебя читать, потому что уже со своим нытьём. Вот. Отключайся от этого нытья своего, переходи уже в нормальное состояние. Так, Нелли. Девятый день не могу вылечить горло. Уже что только не делала. Скоро отпуск. Выпиши, что ты... О чём ты молчишь. Вот. Ты охрененно разбираешь моменты. Спасибо. Уроки будут повторяться вновь и вновь, пока не поймёшь, для чего тебе это... О чём это? Это ты кому-то, да? Ага. Ну да, согласна. Мозг говорит, напоминает, где мы находимся, почему-то находимся, почему токенул. Круто. Да. Мозг нам всегда напоминает. Так. Исполнять желание по щелчку пальца возможно. Вы это делаете всё время. Бесконечно. Делаете всё время. Каждый это делает постоянно. Просто вы не принимаете свои желания. Ваша женская энергия — это принятие и желание. Мужская энергия — это делать. Вы это делаете, но ни хрена не принимаете. Вы себя не любите. Женщину внутри себя вы не любите. Вы, ну, как бы, свою женщину втоптали ниже плинтуса и не понимаете, что вы всё, что пожелали, всё исполнено. Вы это не видите, потому что вы находитесь где-то мыслями вообще в каких-то непонятных этих прошлых, будущих иллюзиях, которых уже нету, либо ещё не наступили. В настоящем вы не живёте, не наблюдаете. Если бы вы жили бы здесь сейчас и кайфовали в моменте здесь сейчас, вы бы видели бы свои желания. Ну, блин. Как их увидеть, если я слепошарост? Я нахожусь где-то там мыслями постоянно, где-то в другом месте. Конечно, я не вижу. Моего внимания нету на себе. Мои желания не исполнены якобы. Но, блин, даже вот сейчас смотреть эфир — это ваше желание. Материализовать диван в вашей комнате — ваше желание. Привлечь каких-то людей в вашу жизнь — это ваше желание. Всё ваше желание. Прыщи — ваше желание. Ввидеть себя блондинкой или брюнеткой — ваше желание. Одеться вот в том, в чём вы сейчас одеты — ваше желание. Дышать воздухом — ваше желание. Пить чай или не пить — тоже ваше желание. Не иметь денег или иметь — ваше желание. Всё продукт вашего желания. Как только вы это примете, вы охереете просто. Но нафига мне это нужно? Я ещё не наигрался в жертву. Я не хочу быть жертвой, но я поиграю в неё всё равно. Вы же не понимаете. Знаете, картинка такой. Сидит чувак в луже. Ему говорят, ну, блядь, встань с этой лужи уже. Нет. Ты не понимаешь, обливаясь грязью. Вот вы это делаете бесконечно. Эля, ты чувствуешь страх при этом обнулении? Нет. Я не чувствую страха при обнулении. Блин, это вообще крутое состояние, когда ты раздаёшь всё, и у тебя ничего нету. И интересно понаблюдать новую киношку, как будет по-другому всё. Что тут страшного? Я вообще обожаю эти вновые. Я вообще всё люблю новое такое, что вот просто, чтобы вообще, вообще по-другому. Не, конечно, я люблю осознанно побыть в депрессии, поныть. Но я никому не жалуюсь на это. Я лежу дома и ною там по три, по четыре дня, понимая, что я мечтала об этом очень давно. Я люблю ныть, выплеснуть свои эмоции, подепрессовать. Но мне не страшно, когда я депрессую. Мне, наоборот, кайфно и даже смешно. Я это делаю играючи. Вот просто представляю, что я просто в этом скафандре играю и наблюдаю киношку. Так. Мысли и чувства. Какое важнее? Наши чувства формируют мысли. Что значит важнее, не важнее? Мысли формируют слова. Слова формируют мысли. Чувства формируют слова. Слова формируют чувства. Блин, оно всё взаимосвязано, нет ничего. Важнее, не важнее. Поэтому зачем вообще это делить? Какой-то странный вопрос. У вас слишком очень много непонятных вопросов, вам ненужных. А вот те вопросы, как сейчас чувствовать кайф, любовь, радость, у вас таких вопросов почему-то нет. Почему? Как начать отчёты английский? Блин, познакомиться с иностранцем, скачать какие-то приложения типа Тиндера, либо там-тан китайский типа Тиндера, только вот китайский, там с китайцами можно пообщаться, многие на английском говорят, корейский скачать, либо скачать Тиндер и купить платную подписку, выбрать любую страну, знакомиться и разговаривать, начать с переводчика, потом, когда в общении, оно реально очень быстро, перейти в WhatsApp, ты начинаешь просто воспринимать без переводчика это всё. Надо с носителями общаться. Вот. Ну и плюс включить интерес, зачем вам это нужно, когда вы, блин, знаете, для чего вам это нужно и вам интересно, то оно легко будет заходить. Мне этот английский вообще был неинтересен всю жизнь, но я мечтала его выучить, не понимала зачем. Вот. Сейчас, когда я общаюсь с иностранцами, я просто почему-то начала говорить на английском. Блин, это смешно, конечно. Я думала, я его не знаю, оказывается, знаю. Оно просто само приходит, когда, ну, блин, тебе интересно с человеком разговаривать, а он не разговаривает на русском. Ты просто берёшь и говоришь. Сначала с переводчиком какие-то слова переводишь. Плюс ещё я скачала в интернете уроки, забыла, полиглот, где за 8 уроков можно выучить английский, там, в первый урок, а не там, табличку будущего, времени, прошлого, настоящего, законченного, незаконченного, и так далее. Так быстро расписываешь, что, блин, начинаешь понимать, офигеть, все эти времена, на втором, третьем уроке, там, грамматика, ну, очень легко преподают. Пойти в школу какую-нибудь английского языка, ну, не знаю, масса же вопросов, как начать учить английский, захотеть, вот, но, чтобы захотеть, да, ну, какая-то цель должна быть. Для чего я этого хочу? В чём тут интерес? Ой, английский сейчас вообще без него никуда. Ура, я попала в прямой эфир. Класс. Нелли, можно не осознавать шаблон, а принять решение внутри себя, всё поменять. Попробуй, но тебе программа будет мешать. Нелли, в мультиварке, в мультиварке, душа, всё то же самое, про что говоришь ты. Я, когда его смотрела, вспоминала тебя. А, в мультике, душа, в мультиварке. Так, у меня прям сейчас любовь льётся через край. Спасибо, что напоминаете в чате об этом. Пускай все читают, и у них тоже будет так же. А жир уйдёт, если его продышать? Включите интерес, попробуйте. Ну, если вы не разберётесь со своими чувствами, то нет, конечно. Вырастет всё, надо продышать. Если включите интерес, ещё раз говорю, и начнёте проявлять свои чувства, то вырастет всё. Да, всё, что надо, уйдёт, всё, что надо, отрастёт. Ой, мы смеялись, у нас был марафон женский, и мы рассказывали истории, сколько у нас там, 800 человек было, и очень много девочек рассказывало истории, когда у парней был очень маленький член. Блин, ситуация такая, аховая. И через время, после трансформации, они удивлялись, что у мужчины становился очень большой член. и такое тоже было. И это было подтверждено очень многими девочками. И также про грудь. Это не только у меня, всё началось с марафона, когда очень многие девочки начали писать о том, что у них начала увеличиваться грудь. И я такая вдохновилась, и у меня вот тоже это произошло. Такой вот отзыв. Короче, даже не знаю, что ещё сказать по поводу этого. Когда мы наделили человека каким-то представлением о том, какой он, да, и мы держимся за этот шаблон. Это же программа. Человек — это просто программа. Любой человек в вашей жизни — это программа, которую вы сами написали. И эта программа, она может хакнуться, взломаться, и вы можете её перенастроить. Но перенастроить не для того, чтобы её изменить, а для того, чтобы её улучшить, трансформировать. Допустим, у вас есть в компьютере реальная программа Excel, и вы начнёте этот Excel исправлять и превратите его в Word. Он уже перестанет быть Excel, да, а нафига вам Word, если вам нужен Excel, таблица? Зачем вам печатать тексты, если вам нужны таблицы? А вы же и поменяли. То есть весь смысл Excel не изменить, чтобы он стал чем-то другим, а нашпиговать его какими-то новыми функциями, то есть трансформировать. Поэтому, когда вы людей запрограммировали, ну, представлениями о себе, он ровно такой, какой вы о нём думаете. И всё, потому что вы, блин, только себя видите. Того человека, блин, вы не можете никогда познать, понять. Вы видите только своё отражение здесь, в нём. И если вы хотите его менять, то не получится. Вы можете только его нашпиговать новыми функциями, то есть новые программы встроить в этого человека. Он просто пустой сосуд для вашего наблюдения, можно так сказать. Я уже не знаю просто какими другими разными способами это объяснить. И вы можете наблюдать у этого человека новые качества. Отключить вот это я знаю. Я знаю, что у него маленький член. Блин, мне интересно сейчас посмотреть, какое будет большое и как я начну получать с ним удовольствие. Наблюдаем. Вот это вот я знаю, какой он, он и формирует ту реальность, которую вы знаете. Когда вы отключаете, я знаю и включаете. Блин, я нихрена не знаю, но мне интересно, я могу увидеть по-другому человека, увидеть его другой характер, его отношения, его поведение, вообще все. Но при этом помнить, что он отражение в вас. И вы в себе это меняете. Естественно, наблюдаете, как изображение в зеркале меняется. Короче, я даже не знаю, как объяснить еще. Я когда толстею, грудь тоже растет. Но это ваш шаблон. Вы знаете, что когда вы толстеете, грудь растет. Вы знаете. Это шаблон. Шаблон подтверждается всегда. Вот. Программа ваша, я знаю, подтверждается. Если вы себе начнете другое говорить, у вас будет другая реальность. Наш мир — это следствие нашего мышления. И он нам подтверждает любую нашу правду. В то, что вы верите. Поэтому приходите на курсы, мы будем с вами мышление ваше менять, а не реальность. Потому что реальность менять бесполезно. Это просто киношка. Она не может поменяться. Она меняется. Просто другое кино начинает показываться в зависимости от того, что у вас в мозгах сейчас находится. Неплохо. Грудь большая. Висит. Живот большой. Денег нет. Вот. Вы так думаете и реальность тут же. Знаете, получите. Просто взять и думать по-другому не получится. Не получится. Потому что эти встроенные программы ум вам не даст поменять. Вот представьте. Ваш мозг. Рассмотрим его. С точки зрения биологии. Уже не знаю, с какой науки подойти просто. Нейронные связи, по которым бегает электричество. Ваши убеждения образуют солитоны. Солитоны это пучок нейронных связей, по которым реально бегает электричество. Замкнутая система. Ваши убеждения постоянно крутятся в вашей голове. Так работают нейронные связи. Образуют определенный узел. если вы начнете пытаться разломать этот узел, ну, то есть, этот солитон, он вам не даст, потому что, ну, блядь, он погибнет. Нужно постоянно, чтобы по этому солитону бегало электричество. Электричество это то, что дает жить этой мысли форме. и электричество это ваше внимание, то есть, ваше внимание на этом шаблоне подпитывает этот шаблон. Если вы перестанете туда свое внимание на этот шаблон, ну, как бы обращать внимание, то он будет давать этот солитон, чтобы жить дальше, импульсы в вашу голову, чтобы вы снова обратили на это внимание и будет подстраивать ситуацию вовне, потому что вне этого проекта нашего сознания, чтобы вы все время обращали на это внимание, чтобы вы укореняли эту форму, эту связь нейронную, укрепляли ее, чтобы она становилась крепче и ее не разорвать. Сейчас перейду к примеру с курением. У вас есть такой шаблон, что курить, бросить это плохо, и чем больше раз вы пытались бросить курить, тем крепче ваш шаблон убеждения, солитон, плотнее эта связь, что курить невозможно бросить, потому что вы много раз бросали. Чем больше вы бросаете курить, чем больше способов вы используете для того, чтобы бросить курить, тем меньше шансов это сделать, потому что каждый раз, когда вы бросаете и начинаете, ваша нейронная связь укрепляется еще больше, что это невозможно. Поэтому если вы читали книжку Алана Карра «Легкий бросив способ курить», он всю книгу пишет «Перестаньте бросать курить, перестаньте бросать курить, не используйте никакие способы, чтобы бросить курить, не бросайте курить, 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 курить». Я сначала не понимала эту книжку, читала ее сколько лет назад, думаю, «Почему так пишет?» Каждый раз, когда вы бросаете курить, вы подтверждаете себе в реальности, что это невозможно. И эта нейронная связь укореняется. Как только вы попытаетесь мозгами, своими умом расторгнуть эту нейронную связь, этот шаблон, он вам просто не даст. Для этого есть новые технологии сознания, которые могут дать вам трансформировать эти нейронные связи и переплести их в другие ситуевины. Просто взять вот так и сказать «Все, это не так?» Не получится, потому что ваша нейронная связь не даст вам. Она хочет жить, и она будет все время просить внимания к себе и все время подтверждать это внимание, чтобы это электричество не перестало бегать по этому солитону. То есть каждая клеточка живет своей жизнью, каждая клеточка, каждая нейронная связь живет своей жизнью. И просто вот взять вот так не получится. Все, я решила, я творец. Не получится. Надо работать с этими шаблонами, и для этого нужна огромная работа. Много контроля, много усилий, и бешеной усидчивости просто, работа над собой. И чем больше вы с собой начнете работать в начале, в начале, этот промежуток надо пережить, тем хуже в жизни будут происходить всякие жопы. и это нормально, потому что, когда вы начнете рушить ваш мозг, ваш мозг начнет сопротивляться, и естественно, когда вашему убеждению не дают жить, ну, вы своему убеждению не даете жить, он начнет притягивать эти все события, подтверждать, да нет, ну, ты не права, все так, как ты раньше думала, так и есть, и эти жопы начнут просто вот так вот так вот, вот так просто приходить, это нормально, это трансформация, и как только вы пройдете через эту трансформацию, как только вы осознаете все эти там жопы, и не поведетесь на это, то есть не поведетесь это в том случае, ну, допустим, сейчас пример приведу, чтобы было понятно, вот вы, например, начинаете трансформировать шаблоны, это идет сопротивление, вы начинаете себе подкидывать жопы какие-то, да, чтобы проверить себя, а действительно ли вы готовы на трансформацию, действительно ли вы готовы перестроить свои нейронные связи, действительно вы хотите поверить в новой правде, потому что мир начнет вам подтверждать старую правду просто ковом жоп на вас, ну, мир это не что-то отдельное, это вы сами для себя создадите кучу этих ситуаций, потому что вы будете бороться сами с собой со своим мозгом, вы будете можно сказать войну вести со своим мозгом, потому что вы начнете его перестраивать и, естественно, эта война вовне, она вас начнет бить, то есть вы себя в такую жопу загоните, и это нормально, это хорошо, это нужно, без этого никак, взять вот так и просветлеть не получится, потому что ваш мозг будет сопротивляться и будет доказывать вам обратное, и вам нужно это пройти, этот путь пройти, вот, поэтому поэтому не пугайтесь, когда вы работаете с вашей головой, что с вами что-то начинает приключаться, типа плохого, ну, все плохое это хорошо, и эта война нам нужна, чтобы построить новое светлое будущее, нужно разрушить старое, без разрушений никак, и разрушение это тоже хорошо, ваша жизнь начнет рушиться, у вас начнется рушиться все, может быть и деньги, и подкосит здоровье, потому что здоровье это первое, на что обычно подкашиваются люди при работе с мышлением, здоровье это вторичная выгода, лечь и ничего не делать, не работать собой, не заниматься своим мозгом, потому что, блин, мы начали на него войну, как бы, грубо говоря, войну начали, война это тоже хорошо, потому что, блин, без войны это мы не выиграем, и уложить себя в постель это самое для жертвы удобное жертвы обстоятельств, самое удобное уложить в постель, чтобы этим не заниматься, переживите эту болезнь, отдохните и с новыми силами займитесь опять дальше собой, вы болеете не просто так, не потому что вы коронавирусом заболели, не потому что вас заразили, не потому что вы простыли, не потому что вы без шапки пошли, а потому что вы сейчас войну своим мозгом ведете и вы решили просто отдохнуть и найти отмазку, чтобы с собой не работать, это нормально, пролежите, отдохните, наберите сил и дальше в бой, дальше у вас начнутся, рушатся отношения, потому что в ваших отношениях идеальных отношений нету, у вас привязки и кто кого больше подоет, естественно, они начнут рушиться, потому что вы уже готовы для нового, и это тоже нормально, у вас начнутся ситуевины, ну, блин, во всех сферах жизни, и это тоже нормально, это период трансформации, так что кто к этому готов, пожалуйста, кто нет, не надо ныть, что я хочу все изменить, а у меня не получается, как только вы начинаете что-то менять, сталкиваясь с первыми трудностями, вы бросаете, а как вы хотели, так, сказала про это, поехали дальше по вопросам, не будем, о плохом, хотя плохое это самое хорошее, я подсела на сосудосужающие средства, без них нос не дышит, раньше слезала с них быстро, сейчас не получается, ну, потому что вам нужно разбирать проблему с носом, я сделала год назад операцию по перегородке, мне все, говорили, что из-за нее не дышу, год прошел, мой нос как не дышал, так и не дышит, потому что мне все, лень, я боюсь идти разбирать свой нос, поэтому следующая книга после издательства психосоматики, я чисто хочу книгу по носу написать, чтобы наконец-то себя трансформировать, никакие внешние средства не помогут, я уже перелопатила всех лор-врачей, наверное, в Москве и в Краснодаре, и перепробовала лекарств столько, что вообще просто, ну, поиграть в эту игру и убедиться, что это ни хера не работает, и на прошлой неделе была у врача, и она мне скинула все анализы о том, что мой организм и там список веществ, лекарств и так далее не воспринимает ни одно лекарство вообще, она говорит, я не знаю, чем тебя лечить, если у тебя какие-то проблемы там в организме будут, ни одно лекарство тебе не поможет, оно не действует, твой организм вообще их не воспринимает, вот просто, полностью не чувствителен к лекарствам, я вообще так удивилась, ну да, действительно, я не чувствительна, к лекарствам мне никогда они не помогают и смысл в них нет, поэтому с носом надо разбираться, надо разбираться, да, а я каждый день отлыгниваю от этого дела, и честно говоря, вот реально, я прям не разбиралась с носом куча времени, и каждый раз, когда я говорю про свой нос, мне куча комментариев там на ютюб пишут, Нелли нос, это вот это, вот это, вот это, я отмахиваюсь и понимаю, что, блин, рано или поздно, когда я вообще перестану дышать, надо этим будет заняться, но я отлыню, надо вот поработать с своими шаблонами, блин, почему я не хочу разбираться с носом, но дело не в лекарствах, не помогут они, нос, внутренний плач, опять же, что-то не хочу принимать, что-то, ну, я уже все перебрала, все, что можно, всю психосоматику и все, что я знала, где-то ответ лежит в другой плоскости, вот все шаблоны уже связаны с носом и все, что связано с психосоматикой, я уже проработала, тоже не работает, значит, надо еще дальше копать, буду копать, потому что все, что накопала, все, что я могла придумать, мне не помогает, тоже мучаюсь с носом, и нос меня еще реально мотивирует, блин, постоянно с собой заниматься, прям мотивация, мотивация, надо как-то без носа мотивировать себя, наверное, может быть, нос это вообще просто мотивация моя, что-то делать, а то я перестану, так, а я кайфанула от своей простуды, не ходила на работу, появилось время посмотреть, господин Никто, эффект бабочки, офигенные фильмы, спасибо за свет, да, фильм очень классный, так, ты же наращивала передние пряди, ну да, так мне сделали для густоты их вот так, так сейчас у меня, вместе с моими волосами и отросли вот так, ну то есть, я после этого не подстригалась, ой, не удлинялась, не подстригалась, просто вот, меня вот так подстригли, вот последний раз, когда я была в салоне, и все, поэтому волосы растут, я тебя люблю, спасибо, я тоже вас люблю, слушаю и кайфую, надо каждый день слушать и слушать тебя, я начала тебя смотреть недавно, настолько изменилась, и настолько изменилась, просто слушая твои эфиры, блин, слушать и внедрять это достаточно, то есть, вся информация, которая есть на курсах, которая в консультациях, в разборах, она вся бесплатна на ютюбе, вся бесплатна, не надо говорить, что я бизнес на вас делаю, я на вас бизнес не делаю, информация бесплатна, вот абсолютно вся, выложена, нету ничего на ютюбе, чего бы я не сказала бы, выложено вот абсолютно все, то есть, если вы слушаете и делаете, то, конечно, с вами что-то произойдет, а бизнес я делаю, те, кто покупает мое время, я его продаю лично, вот прям, чтобы я сидела, прям и разбирала, вот да, пожалуйста, тогда я сделаю на вас бизнес, но это мое время, я его могу продавать за сколько угодно, вы можете бесплатно смотреть на ютюбе все, абсолютно, все курсы, все трансформации, все есть на видео, поэтому перестаньте думать, что я там на вас наживаюсь, я вообще вот обнулилась перед Новым годом, все, что у меня было, блин, ну, я очень хотела это сделать, как не обращать внимание на других людей, никак, нужно обращать внимание на других людей, люди, это ваши ресурсы, которые пришли вам показать в вас то, что вы себе не принимаете, как хорошего, так и плохого, рассматривать их недостатки, превращать их у себя в достоинство, рассматривать их достоинство и принимать их в себе, что вы тоже такой же, блин, как не обращать, надо обращать внимание на других людей, ну, как на них не обращать, вы чего, все люди только для вас существуют и ради вас, и для вас пришли, мой любимый пример с чаем, вы чай, когда завариваете, вы думаете, что вы такие вот сами все сделали, да ни хрена, все люди мира работали для того, чтобы у вас был этот чай, кто-то придумал электричество, кто-то построил дом, материал и вырастил этот чай, там куча людей на плантациях трудились, кто-то удобрения изобретал, кто-то кораблиц строил, самолеты, блин, чтобы это все привезти, довезти, воду выкачивал, там фильтровал ее, сколько средств для того, чтобы воду отфильтровать, придумали всякие очистительные системы и все это в кран подвели, каждая песчинка в этом мире сделана для того, чтобы вы попили чай и люди все трудились, чтобы вы попили чай, ну как это же без людей-то и не обращать на них внимания, блин, благодарите, все люди, все абсолютно, они сделали для вас все, что вот вокруг вас находится, я сама, королевна, нафиг мне эти люди нужны, блин, да вы вообще должны благодарны быть своим Макимаусом, который для вас все это делает, поэтому перестаньте вот это, я не люблю людей, я боюсь людей, да как можно не любить и бояться, ну потому что вы сами себя боитесь и не любите, мир вовне, это вы, все люди, это ваши руки, ваши глаза, ваши мозги, ваши продолжения, это вы, у нас одно создание, сознание и один коллективный разум, на всех, на все скафандры, один, но каждый в рамках своей системы работает, и мы, как и нейронные связи, друг с дружкой взаимодействуем, узнавая себя, в целом, поэтому, блин, ну как это можно не обращать внимания, это вот клетка в вашем организме сейчас скажет, так, что-то мне не нравится в нейленом организме тут сидеть, не буду-ка я обращать внимание тут ни на что, вообще, отделюсь от всех, что с клеткой станет, ну она как ороговевшая клетка, отвалится, и все, поэтому, не советую вам отваливаться от общества, сохраните эфир, да, я всегда стараюсь сохранять, конечно, как отключить жертву, включить новую точку обзора, я творец, интересно понаблюдать, вы мир рассматриваете с позиции жертвы обстоятельств, ну то есть, он на меня влияет, и от меня ничего не зависит, при этом, вы, находясь в позиции жертвы, что мир внешне на вас влияет, и вы только винтик, вы хотите его менять, а как вы его будете с позиции жертвы менять, если он на вас влияет, то вы его никак не можете поменять, а если вы будете на мир смотреть и рассматривать, и искать любые ответы с позиции, так, я творец, я бог, интересно с точки зрения бога, как, зачем я это сотворил, как я это сотворил, в какую игру я играю, и что тут вообще творится, что мне, я сам себе показываю, то вы сразу будете находить ответы, и вы тогда можете, естественно, менять эту киношку, но жертва не может ничего менять, жертва сидит и ноет, пытается что-то изменить, при этом верит во внешний мир, блин, ну если ты веришь во внешний мир, то какого хера ты сидишь и страдаешь, всё равно у тебя ничего не зависит, ты ничего не можешь поменять, так и живи в своей жертве, ну блин, будь тотальной жертвой тогда, тотальная жертва это творец, который знает, что он и так всё сотворил, сидит, наслаждается, ну творец и жертва это тоже одно и то же, тотальная жертва, это так, принимает мир таким, какой он есть, и не пытается его менять, тотальный творец тоже принимает мир таким, какой он есть, не пытается его менять, он просто кайфует и живёт, и жертва тоже. Станьте вот единым целым вот этим вот. А то вы сидите в жертве, ой, Неля, чушь несёт, мир менять нельзя, там ничего нельзя, однако вы всё время пытаетесь его менять, всё время пытаетесь его менять. Мне не нравится вот это, я хочу это изменить, мне не нравится этот человек, я хочу изменить, мне не нравится мой нос, хочу изменить, мне не нравится там вот эта ситуация, хочу изменить, мне не нравится работа, хочу изменить, всё время хотите что-то менять, при этом вы не верите, что вы творец и можете это менять. как абсурд просто ду реально вдумайтесь реально вдумайтесь в это если вы жертва как вы поменяете то что вы хотите поменять как поехали дальше я благодарю тянели я не даю себе любовь я тупик я буду каким-то образом любить себя не бухать благодарю ты круто люблю тебя конечно перестань бухать объясни пожалуйста про болезни ну для чего они мне женские болезни я не врубаюсь женские болезни сигналит о том что вы себя не любите как избавиться от мужа сказать пошли подадим на развод как найти мужа захотеть блин ну ребят ну вы чем ну из дома выйдете как найти мужа скачайте тиндер скачайте приложение начните ходить на свидание начните знакомиться но вы мужчине любите зачем вам мужики нужны вы привязываться не хотите зачем вам рассмотрите вторичные выгоды почему вам выгода не иметь мужика сейчас а вы его реально не хотите потому что если бы вы его хотели и вам не препятствовало бы ничего он бы у вас уже был но если его нет вы хотите его не иметь потому что вы не верите они мудаки они там хотят от меня только секса они мне ничего не дают они вообще там жадные не очень там такие мужики сяки там тра-та-та в вашей голове столько мужика говнишка вот просто вы так вот там обсираете своей голове и при этом вы хотите быть с мужиком блин вы сначала полюбите мужика поймите какие они классные блин вообще просто нет слов но вы их не любите конечно зачем им рядом с вами быть а тем более мужчина это отражение вашего внутреннего творца вашего творчества идти и делать противоречивые желания разобрать еще хочется жилье с оплаченной арендой на два месяца вперед в хорошем районе в сочи и живая тема там в уединении не закрывается от людей продолжать веселиться спасибо так сами написали сами ответили пожалуйста а а а Продолжение следует...